Микс Ньюз. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Профессор Игорь Сломатин у нас в студии. Наша передача «Еженедельный изрифкорень» в эфире, в прямом эфире. Может быть, начнем с такого концептуального вопроса, который мы не затрагивали. Мы больше говорили действительно по близкую вам родную сферу, я сказал, в тальмологии. Это тоже обязательно сферу затронем. Но, может быть, начнем с такого концептуального вопроса, который мучает или все время возникает у любого жителя Латвии по поводу доступности медицинской помощи вообще любой. Тем более, что когда мы официально слышим, что бюджет здравоохранения уже 1 миллиард евро, с одной стороны, с другой стороны, нам обещают опять какую-то реформу. И в результате люди вообще не понимают, на что они имеют право и как вам им эту качественную и, главное, быструю медицинскую помощь получить. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, действительно, с каждым годом система финансирования здравоохранения в нашей стране становится все более запутанной и запутанной. То объявляют вдруг какое-то обязательное страхование здоровья, которое с приходом нового правительства почему-то кануло в лето и о нем больше не вспоминают. А если вспоминают, то в плане критики и в плане того, что практически оно ничего бы не принесло. Второе, тот бюджет, который сегодня существует, здравоохранение, он уже действительно перерос в миллиард евро. И, очевидно, это не последняя граница, которую он будет представлять. Скорее всего, что этого миллиарда не хватит на полный год и надо будет искать дополнительные средства для того, чтобы восполнять бюджет. В-третьих, как для нас, врачей, так и для, уже простите, пациентов, совершенно непонятно, как все-таки осуществляется финансирование здравоохранения. Кто имеет право на внеочередную, первоочередную помощь в медицинских учреждениях, которые принадлежат или государству, или муниципальным властям. Второе, кто должен сколько приплачивать или доплачивать, зависит ли это от возраста, зависит ли это от каких-то льготных условий. Ну, например, участие в чернобыльских событиях или участникам независимых борцов сопротивления, ну и так далее и тому подобное. Короче говоря, сейчас столько много пунктов появилось в системе здравоохранения в плане его финансирования, что даже мы, врачи, не можем вам 100% ответить, как все-таки правильно себя вести. Единственное, в чем мы разбираемся более-менее неплохо, это в страховании юридических лиц. То есть, если вы имеете страховку от юридического лица, то в плане этого вы можете претендовать, в зависимости от того, на какую сумму эта страховка заключена, и с какими лечебными учреждениями, соответственно, заключены договора, на то, что эта страховка покроет вам какие-то определенные медицинские манипуляции, нахождение в стационаре, дневном стационаре или операции. Я вот как раз перебью, а если вот обладатель такой страховки появляется в вашей вот глазном центре? У нас тоже заключен целый ряд договоров с медицинскими страховыми компаниями. Если у нас есть обладатели такой страховки, то если неполную сумму операции, там, скажем, или манипуляции он получит назад, то какую-то часть обязательно. То есть, и такие приходят пациенты, да? Да, это то, что предусмотрено в страховом договоре. И такие тоже приходят пациенты. Ну, юридическая страховка, это, конечно, хорошо, но у нас напрочь отсутствуют индивидуальные страховки. То есть, ни один человек не может пойти. Только, по-моему, одна страховая компания в Латвии начинала заниматься индивидуальными страховками, но, по-моему, она благополучно перестала этим заниматься или занимается, но при этом берет очень большие деньги. Поэтому, скажем так, для людей более пожилого возраста, то есть, те, которые не состоят работниками каких-то официальных юридических организаций, они эти страховки не имеют права получать, они не имеют права страховаться, и они могут претендовать только на помощь государству. Что означает? Что означает? Это очередность, то есть, выделение квот. Квот на каждую специальность, на каждую операцию, на каждую манипуляцию в год. То есть, медицинскому учреждению выделяется какая-то определенная сумма, которую он не может, или оно не может потратить более того, и, не дай Бог, потратить менее того. Потому что, если он потратит менее того, то, скорее всего, ему на следующий год дадут меньше, значит, не справился. А с другой стороны, если он потратит больше, значит, эти средства, значит, у него просто разошлись неправильно, неправомерно. Да, поэтому и существует сегодня, из-за того, что существует система квот, и очереди к семейным врачам, и очереди на манипуляции, и очереди на непременные магнитные, там, скажем, резонансы. Большие очереди, многомесячные, да. Это очень большие очереди, долговременные очереди, ну, скажем, для этого, чтобы сделать, я сегодня узнал, мне надо было сделать УЗИ персонально, самому, для того, чтобы пройти профосмотр. Три года не делал УЗИ, мне сказали, ну, знаешь, ты уже, так сказать, три года не делал, для профилактики надо сделать. Я пошел к семейному врачу, он сказал, ну, что прекрасно, давайте декабрь. Я говорю, как декабрь? Ну, как, декабрь, декабрь, потому что, ну, все остальное, то там где-то, где-то, где-то будет. В общем-то, я заплатил, соответственно, деньги, и сегодня же и сделал это ультразвуковое исследование. То есть, у кого деньги есть, собственно, это не проблема, но в нашем государстве таких денег, собственно говоря, нет, когда пациенту уже спокойно за ультразвуковое исследование, там, брюшной полосы заплатить 45 евро и идти во своей себе домой. Вот. Если у него там какая-то патология обнаружится, а если вслед за этими исследованиями потребуется лечение, а если это лечение тоже потребует ожидания, квот каких-то операций и так далее. Открывай кошелек. И тому подобное, да. Открывайте кошелек и живите. Так вот, и у меня постоянно возникает вопрос. Ну, хорошо, существуют частные клиники, где не надо ждать таких очередей, существуют государственные клиники, которые живут за счет системы квот и понимают, что они будут жить вечно, поскольку квоты будут вечные, финансирование будет вечно, вне зависимости от того, что они там понаделали, чего они там сделали. Денежки бюджет не пойдут. Денежки бюджет не пойдут. И даже если они останутся в долгах крупных, даже если они будут в полном прогаре, они все равно останутся на плаву. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что если есть частные медицинские учреждения и есть государственные, то существует нечастная конкуренция. Потому что деньги в бюджет платят одинаково все. Я имею в виду налоги. И эти налоги, в принципе, если помощь оказывается государственным учреждениям, они эти пособия, лечения, манипуляции, они оплачиваются за счет тех налогов, которые получает государственный бюджет. Если помощь оказывается в частном медицинском учреждении, то эти деньги оплачиваются из кармана самого пациента, который он получает в виде заработной платы, заплатив уже налог. Вопрос, почему государство не может те же самые налоговые деньги переправлять в частные центры? Что ему это мешает? Человек же уже заплатил налог. Он хочет побыстрее, так сказать, провести операцию по поводу, например, той же самой катаракты, чтобы не ослепнуть. И сделать это быстрее, чем в том медицинском учреждении, где надо 4 года ждать в очередь. То есть, в принципе, если бы у вас был госзаказ, так я понимаю, говоря простым языком... Ну, если бы даже не был госзаказ, если бы мы имели закон, по которому, в принципе, деньги распределялись бы вне зависимости от того, какой является статус лечебного учреждения, частное или государственное, потому что, собственно говоря, бюджет один государственный, касается и тех, и других, вот, то почему? Ну, ладно, не может государство полностью оплатить. Ну, частично-то оно может оплатить. Частично. Операцию может оплатить, частично обследование может оплатить. Может. Может, и почему не делает? Да, замечательно. Вопрос. Почему не делает? И вопрос на ответ сразу получается. Почему не делает? Потому что точно так же, как и в автодорогах. Ведь деньги за налог, за автодороги, он давно выплачивается в социальный бюджет. Он же никогда не выплачивался в фонд автодорог. Он же всегда оставался, так сказать, частью социального бюджета государства. И нам только вешали на уши макароны, потому что говорили о том, что это дороги, это мы, это наше будущее. Дороги, как и остались в нашем будущем. Вот. Социальный бюджет так и остался в нашем. В нашем будущем. В прошлом. Да, в прошлом. Такие пенсии сейчас могут получить те, кто сейчас выходит на пенсию, даже сейчас уже по новой системе. Да. Так что, ну, а те, кто выходит по новой системе, для меня тоже было интересно. Там второй фонд был, по-моему, или второй уровень. Да, второй пенсионный уровень. Да, второй пенсионный уровень. Я как-то решил проверить, сколько же на моем счету этого пенсионного уровня оказалось ноль. А ребята, говорю, тут же каждый раз забирали деньги, может быть, ноль. Но вы знаете, те фонды, куда мы отдавали, они там играли или на биржах, или я не знаю, как у них там эти деньги распределялись. В общем, денег больше нет. В общем, денег нет. Денег нет, так сказать. То есть, пенсии с вашей сыграли на бирже. Да, естественно. Наши пенсии играют на биржах всеми, кто хочет. И главное, самое интересное, что за это никто не отвечает. Никто. Никто не понес ответственность за то, что эти деньги фукнулись. Никто не понес ответственность ни один банк за то, что он эти деньги профукал. И он кивает на фонды, те договора, которые были заключены. Вы сами понимаете, какие люди мастера в договорах, что у них рядом за спиной юристы стояли. Не каждый. Каждый ведь подписывал свой собственный договор. Как говорил премьер-министр России Медведев, денег нет, но вы держитесь. Вы держитесь, да. Вот люди держатся. Возвращаясь к очень важной вещи, которую вы сказали по поводу квот. Все-таки на отдельные манипуляции, если так можно сказать, медицинские, какие и частные медицинские учреждения какие-то квоты получают. Мне кажется, здесь тоже система не до конца прозрачна. Кто получает, почему одни получают, другие не получают. Может быть, здесь нужен совершенно другой подход? Ну, знаете, здесь у них, конечно, нужен другой подход. Во-первых, подход должен быть, исходя из того, насколько опытное это лечебное учреждение, которое работает. Какой объем манипуляции, какой объем операции, какой объем помощи выполняет конкретное медицинское учреждение. Потому что, извините, может быть простой лечебный фельдшерский пункт, где они в ДИЛУПе, который может делать только, извините, перевязки и прививки, и он получает полностью государственное финансирование. А может быть, такой частный центр, как у нас, который делает все, и все делает только за то, что приобретает самую современную аппаратуру. Ну, лучше нету по оснащению центра в Латвии. В автомологии. Только за свою, да, в автомологии, только за свои деньги. Поэтому, конечно, есть определенные, но это не касается только нашего центра, касается других. Я просто хочу сказать, что денег, конечно, на всех не хватает. Но равноверить эту систему, сделать ее более прозрачной, сделать ее более доступной, я считаю, это необходимо. Потому что надо выработать совершенно другие критерии, по которым бы сегодня деньги распределялись. Не по количеству, а и объему вала пациентов и операций, а по качеству, по оснащенности, по степени обученности врачей. О том, сколько раз даже те самые врачи выступали на конференциях. Имеют они право преподавать или не имеют право преподавать. И так далее. Является это лечебное учреждение базой какого-то учебного заведения или не является. И так далее. Тогда, конечно, есть и возможность, и необходимость получать такие деньги. А валовая постановка вопросов, конечно, это всегда легче. Выработал, значит, выполнил. А что касается подготовки кадров, поскольку вы и преподаватель тоже, там, наверное, тоже какие-то изменения нужны? Ну, во-первых, подготовка кадров, конечно, требует, с одной стороны, некоторого усовершенствования. Вы понимаете, сейчас век инноваций. Сейчас уже нет необходимости, скажем, исполнять все на, ну, скажем, те же самые манипуляции на глазах или какие-то диагностические процедуры. Для этого есть абсолютно новые нормальные программы интернета, которые надо закупать. Для этого есть специальные инновационные технологии, которые в виде роботов, которые могут… Более же такие роботые, да? Абсолютно, да. Это те же самые тренажеры, на которых тренируются литчики. То есть, хирург садится и, начиная степ-бай-степ, манипуляция за манипуляцией, на этом тренажере отрабатывает технику операции. Самых основных операций. Точно такой же тренажер есть для того, чтобы видеть и диагностировать изменения на глазном дне. То есть, студент садится за тренажер щелевой лампы, который показывает ему картинки глазного дна, он их осматривает и соответствующим образом пишет свой диагноз. Пишет или не пишет. Знает, не знает. Знает, не знает, хорошо знает, плохо знает, но пишет, но работает. И такие совершенствования уже есть. И они полномасштабно работают. Я не знаю, в больнице Страднани есть такой центр, он создан инновационно. Вот в Латвийском государственном университете пока разбираются со стройками. Кто кому-то сколько подарил. Да. И там уже идут тоже уголовные процессы. Там тоже, да. Кто-то чего-то там додал или не додал, непонятно. Ну вот, поэтому вопрос, конечно, надо активизировать эту работу. И эта работа должна быть активизирована для того, чтобы наши врачи и наши медсестры, которые заканчивают наши вузы, все-таки были бы заинтересованы оставаться в нашей стороне. Я понимаю, мир открыт сейчас. Мир возможен для открытия во всех его уголках и так далее. Даже мне, вот уже человек, собственно говоря, в годах и то предложили с большим удовольствием открыть и кафедру, и клинику в Германии. И кафедру тоже, да? И кафедру, и клинику. Потому что, оказывается, там в трех университетах Германии, в Бранденбурге, нету медицинского факультета до сих пор. Это Позда, это Драйсден, это города на границе с Польшей, и там происходит реструктуризация. Они говорят, вот кафедру офтальмологии, пожалуйста, да? Пожалуйста. Больницу, пожалуйста. Туда, значит, идет реструктуризация. Они закрывают шахты. Шахты сейчас для экологии приняты, ну, скажем так, негативным соответствующим местом, где добывают уголь, который является, в общем-то, ядовитым для окружающей среды. Поэтому вне работы остаются 16 или 18 тысяч шахтеров там. Ну, для того, чтобы реструктуризировать их профессию, для того, чтобы десертифицировать их работу и их рабочие места, правительство Германии выделяет 18 миллиардов марок. 18 миллиардов до 2025 года. То есть, евро. До 2025 года. 18 миллиардов. Вот так вот, на минуточку. Под это, значит, соответственно, медицинские факультеты университетов образуются, новые рабочие места, которые вот… Вот как люди подходят концептуально. Пожалуйста, да. У вас, я целую туда презентацию отправил с теми возможными рабочими местами, начиная от нанотехнологии изготовления лазеров и рабочей, так сказать, медицинской одежды до открытия госпиталя и до открытия кафедры. Пожалуйста. И они готовы это все рассмотреть, они готовы с вами встречаться, они готовы все это обсуждать и приводить это в жизнь. Потому что уже в этом году из тех 18 миллиардов они получат 2,5. Так что в этом плане здесь есть… И как же они предлагали открыть клинику даже без аплициба языковой? Аплициба. Аплициба, вы имеете в виду… Языковой. Языковой? Да. Ну, вы знаете, в данном случае тут так. Есть так называемые ВИЭС-профессоры. Да, гостевые профессоры. То есть гостевые профессоры. Если вы говорите на английском языке, у вас может быть переводчик, и вы можете переводить. Ага. Персонал вы можете набирать или отсюда, если они говорят по-немецки. Но желательно, конечно, немецкий знать и знать на первую категорию. Да. Вот, это обязательно. Но ведь время есть. Время, но выучить язык какой бы то ни было, еще в категории, хотя бы на общение, это время есть. Поэтому сейчас вопрос вообще стоит концептуальный, чтобы это все дело открывать. Я к чему хочу сказать и вернуться, к тому, что, ну, вы сами понимаете, какой резон сидеть молодому человеку нашему, оканчивающему медицинское учреждение в нашей стране и ждать чего-то и где-то, если есть возможность, скажем, в такой же земле, где еще не было ничего, встать, начать и двигаться вперед. Все дороги открыты. Вот, все-таки, возвращаясь вот к того, с чего мы начали фактически, нет ли такого ощущения, что, ну, среднестатистические жители Латвии, пациенты, если так можно сказать, видя вот всю эту, как вежливо сказать, ситуацию в здравоохранении, зачастую бардак самый откровенный, в принципе, поняли до себя, сделали вывод, что за свое здоровье я несу ответственность сам. Да, не нужно полагаться на государство, на правительство, и я должен быть готов, нравится мне это или нет, открывать кошелек, если есть такая возможность, конечно, да, и идти обращаться в частную медицину, потому что мы знаем, это не секрет, и для вас тоже, что и в частных медицинских учреждениях есть определенная, ну, очередь. Это, конечно, не на декабрь, но просто, ну, все понимают, что надо идти и обращаться к специалистам, пускай к частным. Ну, что касается очереди, то на декабрь вы не правы, у нас уже для двух врачей очередь на этот год закрыта, то есть, вообще на этот год прием закрыт. Это даже за плату? Даже за плату. То есть... Это говорит о том, что популярные доктора, да? Да, это говорит о том, что, во-первых, популярные доктора, во-вторых, это говорит о том, что, ну, извините, уже и к частным докторам попасть. Вот это то, что я и говорю. Проблематично. Ну, в принципе, вы чувствуете, что пациенты, для них это не сюрприз, они понимают, и они готовы за свое здоровье, так можно сказать, платить. Да, конечно. Но, с другой стороны, здесь тоже, я еще раз повторяю, и для меня абсолютно непонятная ситуация, когда деньги-то мы все платим, бюджет, и почему тогда бюджет оплачивает только одну сторону или один вид клиник, а в другие клиники никакой материальной помощи, даже частичной, не предлагается. И это более чем странно. Более чем странно. Да. Профессор Ильиславович у нас в студии, привез меня долго, новости, реклама, не переключайтесь. День в день, час в час, минута в минуту, радио. Полком. Да, продолжаем работу нашу в прямом эфире. Мы говорили о такой важной теме, без которой и медицина не может существовать, это финансирование, системы финансирования здравоохранения. Все-таки, если возвращаясь тоже близко к одной вам теме офтальмологии, что сейчас актуально, с чем вообще идут пациенты? Вот вы сказали в первой части, такой знаковый момент, что и в вашей частной клинике уже, к примеру, очередь к двум специалистам уже, видимо, в час на январь перейдет. Да. Да, значит, ну, во-первых, я бы хотел сказать еще об одной структуре, так сказать, финансирования здравоохранения, это лекарства. Наверное, вы слышали или читали, что стоимость лекарств на нашем рынке почему-то дороже, гораздо дороже, чем лекарства, которые стоят на рынках ближайших стран. В том числе, Литвы, Польши и так далее. Понятно, что каждый борется за выживание, понятно, что цены могут быть вздуты, но не настолько же, чтобы не было возможности приобрести какой-то препарат для того, чтобы сделать, ну, не жизненно, так сказать, важную, но, наверное, очень важную инъекцию. Опять я перейду к своей любимой офтальмологии. Есть такое заболевание, которое мы называем возрастной дегенерацией сетчатки. К сожалению, это заболевание чаще всего поражает лиц старшего поколения, у которых нарушается, во-первых, кровообращение, во-вторых, появляется заболевание сердечно-сосудистой системы и изменение артериального давления. Вот на всем фоне, при этом имея генетическую предрасположенность, эти пациенты получают вот такого вида заболевания, которое приводит к тому, что человек перестает писать, читать, смотреть телевизор. То есть, у него в центре поля зрения образуется как бы несмываемое черное пятно, которое не дает ему возможности хорошо видеть центральным полем зрения. То есть, соответственно, он становится инвалидом, может видеть только повернув голову боковым зрением. Во всех странах мира, кстати говоря, включая и нашу соседку Литву, большинство препаратов, дорогих препаратов, сразу скажу, используемых для лечения данного заболевания, этим пациентам предлагаются бесплатно. То есть, государство 100% компенсирует. Да, скажем, такой препарат, как Эли, стоит на рынке Франции где-то около 900 евро. Пациентам со скидкой это продается где-то за 400. У нас такой препарат без всяких скидок, без всяких объяв и так далее стоит 1100-1200 евро. При этом, такой препарат необходимо сначала вводить 3 месяца подряд без перерыва, а потом 1 раз в месяц, а потом еще каждые 2 месяца до конца года. Вы представляете, сколько тысяч надо потратить на то, чтобы вы получили эффект от соответствующего препарата. Есть препараты подешевле, но они используются как off-label. То есть, они не запрещены, но и официально не разрешены для применения в той отрасли медицины, которую мы представляем. То есть, в офтальмологии. Они используются для лечения онкологических заболеваний. И стоимость этих аппаратов тоже недешевая, тоже их надо достаточно много. Но все эти осложнения и все эти риски, которые они могут привести за собой, уже лягут на плечи не производителя, а на плечи врача. Потому что, как я уже сказал, это более дешевый препарат, но он off-label. Но это не действие препарат, вот офтальмологический, который, в принципе, пациенты должны за свой счет покупать. Ну, скажем, слава богу, у нас компенсируемые препараты. Это препараты для лечения глаукомы. Ну, здесь я опять хотел бы отметить, и хочу отметить, что, наверное, все-таки первичным в лечении глаукомы, это мое глубокое убеждение, является все-таки оперативное и лазерное вмешательство. И только после этого необходимо добавлять препараты капельного ряда. С одной стороны, потому что, получив такие препараты с самого начала, пациенты старшего возраста, они просто не могут сами себе попасть, грубо говоря, они не видят. Если никого нет дома рядом, если никто не помогает, это все капли просто бесполезны, они ничего не дают. Вот, поэтому здесь необходимо оставаться на путях, во-первых, хирургического лечения, во-вторых, уже лечения препаратами. Что еще? Что еще? Ну, наверное, новое в нашей медицине, в нашей офтальмологии, именно латвийской, латвийской, ну, оказалось, что теперь у нас уже было три лазерных центра, прибавилось еще два. То есть, уже у нас пять лазерных центров. С одной стороны, неплохо. С одной стороны, это хорошо, это конкуренция, но с другой стороны, опять же, с чего начинают наши, скажем так, коллеги? Наши коллеги начинают с демпинга. То есть, еще ничему не научившись, ничего не сделав, мы на этом рынке 20 лет. То есть, за 20 лет мы уже съели и пуд соли, и пуд каши, и видели все. И научили очень многих этому. Коллеги же не умеют ничего, они ни одной операции не сделали, но уже, соответствующим образом демпингуют, сведя цены к приблизительно тем же, как и литовский. И когда я спрашиваю, все-таки за счет чего, ну, демпинг ведь должен быть обеспечен за счет чего-то. Вы должны сэкономить на чем-то для того, чтобы был демпинг. Или много раз использовать одноразовые инструменты, или от налогов каким-то образом уходить. Ну, есть разные схемы, конечно. В данном случае мне понравилось, как коллеги обосновывают этот демпинг, обосновывают тем, что якобы производитель помог им снять эти цены, в результате чего до какого-то определенного срока они имеют право на более сниженные цены, чем другие. Когда я задал вопрос производителю, потому что это одна и та же компания, которая выпускает мои лазеры и их лазеры, они были просто стревожены. Они были не то что шокированы, они были очень стревожены по той простой причине. Потому что стоит нам подать просто жалобу в совет для конкуренции, и тогда вот эта компания заплатит огромнейшие деньги за то, что они приводят к демпингу. Представляете, какие штрафы могут быть? Какие сказали, ой, не надо. Не знаю, они их как-то... Это было сделано в мае, но я смотрю, что до сих пор все это все остается таким же. Так что эти новости есть у нас в Латвии. Ну и, наконец, последнее. Последнее. Появилось так называемое бактериологический, бактериальный родопсин. Ну, это мечта многих пациентов, которые перенесли или переносят заболевание сетчатки, вот только о котором я недавно говорил. Во время этого заболевания, из-за нарушения кровообращения, из-за того, что образуется отек сетчатки, погибают фоторецепторные клетки сетчатки, которые содержат фотоэлементы, разлагающиеся или распадающиеся на свету. Это родопсин и йодопсин. И появилась такая идея создать искусственный родопсин, который можно было бы или путем инъекции, или путем каких-то других методов доставки доставлять в то место, где он погибает. Получают его от специальных бактерий, которых разводят в термостатах, и после этого полученный от них родопсин, просто после очищения и стилизации вводят в структуру глаза. Прекрасные результаты получены. Очень многие заболевания, ну, такие, скажем, детские заболевания, как пигментный литинит, потом заболевания, связанные с сосудами, ангематоз, либера и так далее, в общем-то, они оказались достаточно удачно леченными. Правда, сроки наблюдения небольшие. Сроки наблюдения составляют где-то полтора-два года. Но прогресс, да, прогресс очень серьезный. И, очевидно, вот это действительно будет той, ну, настоящей помощью для тех людей, у которых появляется это черное пятно, о которых я упоминал, да, и которые должны укалывать или применять такие дорогостоящие препараты для того, чтобы спасти хотя бы один глаз. Вот, поэтому, на самом деле, действительно, сейчас наука шагнула вперед. И самое интересное, вот тоже опять, самое интересное то, что этот бактериальный родопсин впервые был разработан в 1978 году в Институте Краснова, в Научно-исследовательском институте глазных болезней в Москве. В 1978 году. В 1978 году. Под управлением, там, Герой соцтруда, Академика Краснова. Вот. Но потом настали другие времена, настали другие приоритеты. Вот. И как-то это все осталось, хотя была опубликована одна публикация, вот, но в местном журнале каком-то. И после этого все осталось за тайной времени, когда, вот, два года назад я случайно в японских журналах и потом в British Journal of Automology, то есть в британском журнале, обнаружил соответствующие статьи об этом бактериальном родопсине. И сейчас целая группа разработчиков, целая группа исследователей, в общем, довольно плотно этим занимаются. О чем я хочу сказать, что все-таки не все было плохо тогда, когда мы с вами начинали работать, жить, трудиться. С одной стороны. С другой стороны, конечно, так профукать все мог только народ, который этого хотел специально и не мог ничего. А может, это все было и наука, и достижения были. Да, 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 да. И поэтому надо сказать, что не так мы уже плохо жили и живем, вот, главное все-таки найти свои приоритеты, нащупать вот эту точку в жизненном пространстве, по которому мы должны, в общем-то, ориентировать свои и выверять свою работу. Тогда все у нас получится. Да, может быть, еще такой один момент в заключении. Вот вы упомянули гаукому. Все-таки таких пациентов с таким серьезным заболеванием, их количество в Латвии растет или вот примерно статистически одинаково? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что количество этих пациентов не растет. Конечно же, растет. И вы знаете, это связано, во-первых, с увеличением продолжительности жизни этих пациентов. Все-таки народ у нас становится более взрослым, более старшим. Несмотря ни на всякие коллизии, да. И это все укрепляет, наверное. Во-вторых, все-таки гаукома, она приобретает, мимикрирует, она приобретает все новые и новые формы. То есть, она каким-то образом меняется. Даже, да? Да, она становится не просто, скажем, ну, раньше мы знали открытую угольную форму гаукомы, закрытую угольную форму гаукомы. А сейчас они все больше становятся смешанными. То есть, у людей появляются такие формы, которые трудно диагностировать, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, вот наша ориентировка при диагностике гаукомы всю жизнь была основана на давлении. То есть, на внутриглазное давление. Вот есть высокое давление, есть гаукома, нет высокого давления, нет гаукомы. Сейчас же все поменялось. Сейчас мы в первую очередь ориентированы на изменение зрительного нерва. И эти изменения могут быть как при нормальном давлении, так и при повышенном давлении, так и при низком давлении. Все зависит от толерантности, от чувствительности зрительного нерва к изменениям давления. И даже не зрительного нерва, а тех сосудов, которые кровоснабжают зрительный нерв. Потому что стенки этих сосудов могут быть твёрдые, прочные, они не изменяются под воздействием внешних факторов. А есть дряблые, есть такие совершенно мягкие стеночки, которые под воздействием внешних факторов очень резко изменяются и перекрывают проток крови к зрительному нерву. Естественно, это вызывает атрофические изменения в зрительном нерве и человеческую слепоту. Обратного хода при атрофии зрительного нерва, к сожалению, пока нет. Ну, может быть, изобретут какой-то волшебный бактериальный родопсин тогда для зрительного нерва. Это просто ещё раз говорит о том, что как усложнилась диагностика, вот почему важны специалисты и аппаратура дорогостоящая. Потому что даже при нормальном, как вы констатируете, глазном давлении не факт, что нет углуукома. Да, это всё верно, всё верно. И надо концептуально пересмотреть вообще подход к глазу коми, как я уже говорил. Что касается аппаратуры, конечно, с годами её становится много. И я как-то уже говорил, что до 2010 года я ещё мог сам обладеть всей той аппаратурой, которая находится в центре. Вот после 2010 года я уже большинство аппаратур, к сожалению, могу только показать, где включается. А то, что с ней делать надо каким-то образом. Это уже отдельные специалисты. Это уже целый набор специалистов, которые этим занимаются. Кстати говоря, они инженера, а врачи, обычные врачи. Но с другим складом ума. И слава богу, что есть такие врачи, которые могут в этом разбираться. И давать умозаключения, анализы. И главное, что эти анализы не ошибочны. Но всё это вы можете увидеть собственными глазами, почувствовать, проверить, придя к нам на Елизабетта 75. Для этого надо записаться по телефону 20-0-1-6-9-9-7. 20-0-1-6-9-9-7. 20-0-1-6-9-9-7. Да, мы работаем и по субботам. И по субботам. Так что... То есть пока не диагностика ждать не надо будет очень долго, да? Да, во все дни недели, кроме воскресенья, мы вас всех ждём. То, что касается диагностики, то мы всё больше и больше стараемся сейчас проводить скрининг-диагностику. Для того, чтобы как можно больше пропустить людей через диагностические аппараты. И у нас специально сидят люди дома, и они получают снимки тех изменений, которые выявили при скрининге. И они могут диагностировать по электронной почте или по скайпу. Они получают все эти изменения и могут ставить диагнозы. То есть отдалённая диагностика, так называемая. Это сейчас очень принято. Это сейчас очень модно. И я думаю, что это будет иметь своё, так сказать, развитие в дальнейшем. С одной стороны. С другой стороны, конечно, у людей становится больше заболеваний. И каждого человека не примешь у себя. Когда такая вот отдалённая диагностика, то норму мы всегда можем отделить от патологии. И соответствующим образом заняться только патологическими изменениями. И профессор Георгий Словак у нас был в студии. И большое спасибо. Спасибо.